Сегодня я хотел бы дать мое собственное определение Monolith. Не важно, как внутри организован сервис, важно, как этот сервис вообще взаимодействован между собой, как можно переиспользовать этот сервис, как можно не выкинуть большую часть работы при создании такого или похожего проекта. Если у вашего продукта потенциально много продуктованеров, такое состояние тоже будет свидетельствовать о Monolith. Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим про наше определение Monolith. Немного преамбулы. В процессе разработки нашей рискилинг-карты мы поняли, что определение слабой связанности и немногие термины довольно сложные. Часто бывает такое, что разработчик понимает, что код должен быть переиспользуемым, модульным, что в теории должна быть та же самая слабая связанность, должный уровень абстракции, но на практике всегда получаются Monolith. И когда мы обсуждали сам термин Monolith, мы услышали от ребят замечание, что на самом деле само по себе определение Monolith требует разъяснения, потому что на Monolith можно посмотреть как на некий способ организации программного кода внутри, который может быть достаточно гибким, модульным. Сегодня я хотел бы дать мое собственное определение Monolith. Мне за эту разработку такую премию дадут! Оооо! Вообще, какими критериями должен обладать любой термин для управленцев IT? Он должен быть для него каким-то образом значимым, то есть само по себе наличие этого слова должно как-то влиять на это. Поэтому если мы смотрим на Monolith как на способ организации программного кода внутри, то для управленца часто это может быть несколько низкоуровневое определение, потому что неважно, как внутри организован сервис, важно, как этот сервис вообще взаимодействован между собой, как можно переиспользовать этот сервис, как можно не выкинуть большую часть работы при создании такого или похожего проекта. И тут мы переходим к нашему пониманию Monolith. Под нашим пониманием Monolith мы понимаем понимание слабой связности. И основной водораздел между Monolith и сервисной архитектурой проходит здесь. Monolith – это сильно связанная архитектура, а сервисная – это слабо связанная архитектура. Только это. Что из этого следует? Почему важна слабая связанность? В чем здесь отличие для управленца? Если программный контур слабо связанный, то всегда понятно, кто за что отвечает, что команды могут управлять своим софтом. И, как правило, это означает, что сам софт достаточно компактный, и каких-то чрезвычайных происшествий там происходить, ну вот таких вот прям там катастрофических не может. То есть понятно, что аварии всегда случаются, понятно, что проблемы всегда случаются, но они не будут длиться сутками, они будут длиться минутами, иногда в случае каких-нибудь сложных моментов, может быть, даже часами. И мы задались вопросом, как понять стороннему наблюдателю, как понять продуктованеру, как понять управленцу, у него сейчас монолитное состояние архитектуры или нет. И мы вывели, ну, по методологии Ликерта, мы стали отмечать и разрабатывать вопросы. Отсекая все лишнее, получилось примерно три следующих вопроса. Первый вопрос. Я не боюсь, и моя команда не боится вносить изменения в этот сервис. Если ваша команда говорит, что, скорее всего, она боится вносить изменения в этот сервис, это признаки монолита. Второе. В проекте не один продукт, а их несколько. И многие из этих сервисов могут быть повторно переиспользованы абсолютно без изменений. Вот ключевое без изменений. Даже в продуктовых каких-то моментах. Например, у нас есть проект по искусственному интеллекту, который генерирует описание товаров на основании их свойств, который генерирует переводы на основании разных нейронных сетей, который сам по себе является агрегатором нейронных сетей. Так вот, если мы представим, что мы этот сервис, как бы, и основное его свойство будет не взаимодействие с искусственным интеллектом, а, не знаю, например, с маркетплейсами или, не знаю, с смс-сервисом, у нас две из трех частей сервиса не изменятся вообще. То есть у нас два продукта будут абсолютно такими же, как и были. И это один из признаков слабой связности. То есть мы можем переиспользовать какой-то сервис, и мы можем переиспользовать продукты. Ведь, как часто бывает, разработчики часто делают одно и то же. То есть, как бы, не переиспользуется история. И каждый раз разработчики говорят, нет, ну на самом деле здесь особенность в клиенте, здесь, как бы, или команды говорят, да, как бы часто, что на самом деле здесь особенность клиента, здесь очень какие-то сложные процессы и так далее. Но это и есть один из признаков монолита. Потому что если вы полностью не можете переиспользовать что-то, это означает, что у вас монолит. По своим свойствам монолит, да, а не по внутренней организации кода. Внутри может быть вполне и микросервисная архитектура. Вернее, как внутри, скорее всего, будет архитектура, внешне напоминающая микросервисную. Тут, как бы, будут нюансы, но, как бы, в целом это так. И третий вопрос, который мы можем задать по шкале лекарта, следующий. У этого продукта есть бизнес-пользователь, который отвечает за все метрики процессов, которые в этом продукте есть, и он отвечает за полноту бэклога. То есть, кроме него, никакую фичу, никакую сущность, никакой атрибут внутри не может никто поменять. А если он решил поменять, это никаким образом не влияет ни на кого. В данном случае, продукт-оунер может поменять все, что угодно в своем продукте, и он несет полную ответственность за все, что там происходит. Обращаю ваше внимание, что технические отделы и технические департаменты, которые отвечают за, например, за ERP-системы, здесь сразу отметаются, потому что технический отдел не ответственен за KPI, например, ERP-системы. Это является одним из признаков того, каким образом построено культурное взаимодействие с вашим продукт-оунером, и кто именно является таким продукт-оунером. Обращаю ваше внимание, что если таким продукт-оунером будет являться технический заказчик, то он не попадет в этом вопросе под критерий KPI, потому что технический заказчик не отвечает за KPI, за скорость отгрузок, эффективность работы бухгалтерии и так далее. Это не мое дело. За эффективность работы бухгалтерии должен отвечать главный бухгалтер, за отдел закупок должен отвечать тот, кто главный, и тот, кто руководитель в отделе закупок. Ведь как может быть в одной системе будет работать несколько ролей, несколько самых разных пользователей, и они могут генерировать свой собственный бэклог. Бухгалтерия может генерировать какие-нибудь улучшения с точки зрения своих собственных процессов, отдел закупок может генерировать какие-то улучшения своих собственных процессов, И они будут конфликтовать друг с другом. Почему они будут конфликтовать? Потому что они будут упираться в горлышко одной команды. То есть у них нет полноты контроля над своим собственным бэклогом, если они вместе. То есть кто из них продуктован? По идее, кто-то над ними. Но тот, кто над ними, не может нести ответственности за все KPI. За KPI и тех, и этих. То есть это может быть руководитель. И понятно, что руководитель в принципе несет ответственность за маржинальность, например, всей компании. Но это слишком высокая, неуправляемая история. То есть мы тут говорим про непосредственную ответственность за непосредственные возможности принятия решений. Потому что руководитель верхнего порядка, по идее, не должен интересоваться, каким образом там кнопочки устроены. Как бы его задача правильно поставить цели и контролировать результаты. Возможно обсуждать какие-то действия, возможно перемоделировать процессы, но не быть актором этого. Тут речь именно про актер. Поэтому если у вашего продукта потенциально много продуктованеров, или вы не можете представить такого состояния, что можно какой-то из сервисов в вашем состоянии полностью отдать какому-то одному продуктованеру, например, даже с собственной командой, и они будут там делать все независимо от всех других сервисов, такое состояние тоже будет свидетельствовать о монолите. На сегодня все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok